Слава Господу! Ибо Он наш Господь милостивый, долготерпеливый, не до конца гневается и не вовек негодует. Я хочу прочитать сегодня о любви, немножко о добре, милосердии и справедливости. Без любви милосердия человек не сможет делать, и без любви ничего не сможет. Я напомню первое место, это будет Михея, 6 глава и 6 стих. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли с Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчислимыми потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление? Мое! О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Бог хочет, чтобы мы любили дела милосердия, делали добро и ходили пред Ним смиренно-мудрее. Когда, помните тот случай, когда один законник, искушая Христа, говорит, я напомню, 10 глава, это Евангелие Луки и 25 стих. И вот один законник стал, искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он сказал ему в законе, что написано, как читаешь. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду. Изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынял два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь, что боли я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». И еще один есть пример такой, когда возвеличился царь, когда он стал величественным, и тогда сказал ему «Валтасар». Даниил, которому имя было, он сказал, чтобы он искупил свои грехи милосердием. Я прочитаю это место, это будет 4 глава Даниила. Из 1 стиха я начну. «Я на уходоносор, спокоен был в доме моем, и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видения головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайновецы, обаятели, халдеи, гадатели, и рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. «Наконец вошел ко мне Данил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога ему рассказал я сон. Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видения же головы моей наложимой были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое, большое было это дерево и крепкое. И высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до края всей земли. Листья его прекрасны, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень, полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я видение головы моей наложимой, и вот не шел с небес бодрствующий и святой. Воскликнул громко и сказал, срубите это дерево, обрубите ветвь его, стрясите листья его, с него и разбросайте плоды его, пусть удалятся звери из-под него, и птицы с ветви его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою, и с животными будет пусть часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен, по велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его. Так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Данил, которому имя Валтасар около часа, пробыл в изумлении, и мысли его смущали, и вот царь начал говорить и сказал, Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его. Валтасар отвечал и сказал, Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон, и врагам твоим значение его, дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотой своей достигало до небес, и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасные, и множество плодов и пропитания для всех, под которыми обитались звери полевые, в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь величавшийся и укрепившийся, и величие твое выросло и достигло до небес, и власть твоя до крови земли, а что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал, срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росою небесным, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не пройдут над ним семь времен, то вот значение этого царя, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя, тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями, травою кормить будут тебя, как вола, растой небесный, ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему и его кому хочет, а что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему царь, и вот это очень важно, что он посоветовал царю, чем искупить ему его грех. Посему царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою, и беззаконие твои, милосердие к бедным, вот чем может продлиться мир твой. Но все это не послушал царь, все это сбылось над царем Науходоносором по предшествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли не величественный Вавилон, который построил я и дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия. И в этом он не познал Бога. Даже в таком, можно сказать, простом вопросе «Окажи милость к бедным царь», а он не захотел. Не это ли могущественный я царь построил, и как вол он ел траву и питался. Поэтому мы будем служить нашему Господу, будем прославлять Его, будем милостивы к ближним, потому что Бог, Он все видит, Он нами контролирует, Он контролирует землей, по которой мы ходим, Он контролирует днями, жизнью нашей, здоровьем нашим. Он все дает, чтобы мы только прославляли Его, служили Ему и шли за Ним, чтобы учили наших детей, наших внуков, чтобы они любили Господа. Если мы будем любить Господа и ходить пред Ним в страхе Божьем, то Бог нас будет охранять, Он будет помогать нам в жизни нашей, Он не оставит нас нигде. Вы знаете, когда-то я... Может, лет 9 назад я начал ездить на тракбаксе и поломался в пустыне. Это было в Тексус. И Бог оказал милость. Мы ехали, коробка у нас сломалась. 50 майлов или 60 в одну сторону, никого нет. И 90 майлов назад никого нет. И мы там остановились. Ну, конечно, сразу немножко... Такая немножко паника, как бы. Никого нету. Сломались и минус 18 мороза. Мы поехали, остановили одну попутку, как бы. И нас довез до тракстапа, до 1,60 майлов. Купили масло, думали, зальем масло. Ну, и заведем и поедем дальше. А оказалось не то. Нас, как бы, на траке довезли до машины, заливаем масло, машина не едет. Мы уехали в другую сторону. Думали, товинг найти, но не нашли ночью. Уже 2 часа ночи было холодно, мы бегали. Мы бегали с сыном, чтобы не замерзнуть. Ну, тут ехал шериф, я его останавливаю. Довезди до машины, говорю, я заведу, буду греться. Он говорит, я 10 майлов, дальше не могу ехать. Ну, как бы, позвонил своему главному суперменеджеру, говорит, поговори с ним. Я поговорил, он отпустил, как бы, он нас довез. Потом нас приехали, проверяли, увезли на субботу на трак, как бы, дотянули нас, нашли мы товинг, дотянули. И вот мы сняли гостиницу, а гостиницу мы такую не видели, конечно, здесь в Америке, что потолки висят, ржавая вся. А оказалось, что оттуда надо переехать и на субботу остаться в этом, в тракстапе. У нас мы уже проездили долго, как бы, месяц, может быть. И вот мы в тракстапе остались, и приходит один человек и говорит, «Меня Бог к вам послал, и говорит, туда есть саббат, и целый день с нами просидел, он нас накормил, помог нам». Вы знаете, и Бог, Он вспомнил об нас, Он не забыл за нас. Он вспомнил об нас, что мы там, Он видел, что мы там сидим, и к нам человек пришел, принес кушать, и с нами просидел целый день, и я его пошел провожать, он говорит, «Не иди за мной, меня Бог к вам послал накормить вас, чтобы и помочь вам». И слава Богу, Бог слышит и помогает, знаете, если человек будет служить Ему от всего сердца. Туда прославится имя нашего Господа, и в этот день, который закончился уже, и наступила уже неделя трудовая, чтобы Он нас хранил в путях, в дорогах, в передвижениях, чтобы помогал во всем. Особенно в дорогах тяжело зимой, чтобы Бог хранил и оберегал, и каждого в отдельности охранял, потому что человек идет. Сейчас много разных людей ездит, и пьяный, и обкуренный, и чтобы Бог хранил всех. Когда человек идет, чтобы был внимательным, чтобы молился Богу, чтобы Бог хранил его везде и повсюду, давайте мы Его прославим отныне и вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok